Здравствуйте, в эфире программа Секреты экономики, в которой мы пытаемся стать финансово грамотными и, соответственно, улучшить свое благосостояние. И нам в этом помогает старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуп. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим Иосуп – специалист по методам анализа на финансовых рынках и доверителям управления инвестиционными портфелями на фондовом рынке. В 1995 году окончил факультет прикладной математики Московского экономико-статистического института по специальности системное программирование. В 1999 году – факультет управления социальных технологий Белорусского государственного университета по специальности финансы и кредит. С 1998 года работает на рынке Форекс, с 2005 – на фондовых рынках. Вадим, в предыдущих программах мы уже задевали темы планирования и хотелось бы сегодня конкретнее поговорить, что же такое стратегическое планирование и как правильно составить свои планы на торговлю? Скажу, может быть, крамольную вещь. Успешная торговля на финансовом рынке – это крайне скучное занятие. Если во время торговли на рынке вы испытываете бурные эмоции, значит, скорее всего, что-то вы делаете не так. Ну, вопрос, с какой целью вы вообще пришли на рынок. Может быть, вы пришли с целью, потому что это круто, или вы любите адреналин. Может быть, так торговать и можно. Но если же вы пришли на рынок с целью зарабатывать деньги, то у вас должна быть одна очень простая вещь – торговый план. Что такое торговый план? Это целый набор вопросов и ответов на них, которые вы должны себе задать и на них ответить до того, как вы нажали кнопку на компьютере и открыли какую-то сделку. Естественно, вы должны определиться, чем именно вы будете торговать. Какой-то валютой, может быть, нефтью, может быть, золотом. Вы должны придумать правила, по которым вы будете открывать сделки. Что же это за правила? Что же это за вопросы, о которых вы перед этим сказали? Наш 5-минутный формат не позволит подробно сейчас на это ответить. Есть целых два направления. Технический анализ, который изучает графики финансовых инструментов. Фундаментальный анализ, который изучает новостной поток. Можно эти два способа комбинировать. Главное, что мы открываем сделку не когда нам что-то показалось, не когда нам это захотелось, а когда наступают какие-то конкретные события. Может быть, выходит какая-то конкретная хорошая новость. Или мы на графике что-то увидели, что нам подсказывает о том, что график этот будет расти. То есть должно что-то такое конкретное случиться, что не оставляет место нашему волюнтаризму. Но этого мало. Перед тем, как мы откроем сделку и мы формулируем, что же должно случиться, чтобы мы ее открыли, мы должны ответить на вопрос, каким объемом мы будем открывать эту сделку. Условно говоря, если у нас 1000 долларов, мы можем открыть сделку на 1 доллар, на 100 или на всю 1000. Насколько мы будем ее открывать, мы должны знать заранее. Мы должны заранее ответить на вопрос, если мы купили что-то и цена пошла в нашу сторону, где мы будем эту сделку закрывать, фиксировать прибыль. Мы должны ответить на вопрос, а если что-то пойдет не так, мы купили, а цена пошла вниз против нас, в какой момент мы закроем эту сделку и зафиксируем небольшой убыток, не дожидаясь, пока этот убыток съест все наши сбережения. То есть задать себе вот эти вопросы и сформулировать на них ответы надо до того, как мы откроем сделку. У нас есть алгоритм. И дальше, после того, как мы открыли сделку, у нас нет места неизвестности. Мы следуем тому, скучно, неинтересно, пресно. Мы следуем тому, что бы ни случилось, что мы продумали заранее. И вот это, собственно говоря, и есть торговая система. То, что делает трейдинг скучным, но прибыльным. Ну, вот, несмотря на все это скокотун, все-таки, если я правильно понимаю, то в любом случае, в планах на будущее должно быть место, скажем, стратегическому отступлению. Некоторые военные это называют словом бегство, но это называем стратегическим отступлением. То есть, как вы сказали, тот момент, когда тренд пошел на убыль, и нам нужно что-то делать, и на каком пороге мы это будем делать. То есть, это по-любому должно быть. То есть, мы должны иметь холодную голову в любом случае, будь то успех или же крах после начала вашей сделки. Безусловно, вот одна из ошибок начинающих трейдеров, у них в голове одна мысль, Остап и Брагимович, когда же мы будем делить наши денюжки. То есть, они думают, что сейчас откроют сделку, и уже думают, сколько они в этой сделке заработают, миллион или миллиард. Всегда надо думать о том, что цена может пойти не по нашему плану, и всегда нужно иметь четкий алгоритм действий в этом случае. Если такой план не иметь, мы покупаем какую-то валюту в надежде на рост, а она пошла вниз. Если не иметь четкий план, когда фиксировать этот убыток, пока он еще небольшой, мы можем сидеть и ждать, а вдруг цена развернется в нашу сторону, она дальше вниз. Мы дальше надеемся, а вдруг она развернется в нашу сторону, она дальше вниз, и она может упасть настолько, что это просто уничтожит все наши деньги, весь наш депозит. Поэтому это не паникерство и не пессимизм, а это необходимый элемент любой торговой системы. Продумать, что мы делаем, если наш прогноз не оправдается. Наши прогнозы не обязаны оправдываться в 100% случаев. Хорошо, Вадим, спасибо вам большое за информацию. С нами опытом делился Вадим Иосуб, старший аналитик компании Альпари. Обязательно придерживайтесь наших советов, и у вас обязательно появятся деньги. Так что не пропускайте следующего выпуска «Секретов экономики», будет интересно.